Всем привет! С вами снова Сергей Романов. Это очередное видео, посвященное автоматизации и электричеству. Сейчас я нахожусь на одном объекте, где я занимаюсь автоматизацией котельной. Ну, не самой автоматизацией, а просто подключаю автоматизацию. И об этом я сделал отдельное видео, но хотел бы продемонстрировать то, что я тут обнаружил. Это старый шкаф, который обслуживал два старых котла. Сделано в СССР. Вот, смотрите. Таким образом, мы здесь видим световую сигнализацию. Зелёный свет – это нормальный свет, красный, предполагаю, ошибка и, может быть, оранжевый. Ещё для чего-то существует также звуковая сигнализация, если что-то случилось. Ну и посмотрите на саму коробку. Она, конечно, была покрашена уже не такая аккуратная, но всё-таки нужно отдать должное. Коробка сделана действительно на славу. Если мы обратим внимание на всякие углы, стыки и так далее, то можно понять, что это не была какая-то готовая коробка, а, скорее всего, это делалось самим уже электриком, наверное. Брался металл, размечался, резался, сгинался и делалась вот коробка специально под вот этот вот проект. Всё-таки, насколько сегодня удобней пошёл, купил нужного размера коробку. И обратите внимание на толщину. Здесь примерно больше двух миллиметров металл. Запас прочности очень высок. То есть, эта коробка до сих пор очень прочная. Я не знаю, сколько она ещё выдержала бы. Наверное, ещё лет сто, наверное, простояла бы. Ну и давайте заглянем вовнутрь, посмотрим. Такой вот пакетник мы здесь видим. Очень много разных контактов. Я даже представления не имею, как эта схема могла бы работать. Внутри располагаются обыкновенные реле. Наверное, дополнительные реле, промежуточные реле, которые сейчас размером меньше спичечной коробочки. Вот так они выглядели в прошлом. Посмотрите, какое огромное количество проводов. Вы знаете, хотя это, как бы, может быть, выглядит слишком примитивно, но мне очень нравится реле на логика. И я в своей работе стараюсь использовать её на максимум. Кстати, обратите внимание на клеммный зажим, контакт. Даже маркировка здесь есть, как бы, прописаны номера проводов. И вот такой вот лайфхак, как сейчас называют, проводки скрученные, чтобы они, как бы, были более аккуратно лежали. Ну вот, на такое чудо мне удалось посмотреть и заглянуть вовнутрь. Мне очень нравится, как раньше делали наши деды. Тоже были не выкомшиты, так сказать. И для того времени, конечно же, это тоже была такая серьёзная, красивая, аккуратная и хорошая работа. Ну вот и всё на сегодня.